Всем привет! Сегодня, наверное, решил впервые записать подобное видео. Оно, прежде всего, будет полезно для начинающих антикваров, нумизматов, кто интересуется, вот-вот только начинает интересоваться различными предметами Царской России, СССР, Украины, ГДР. Итак, переходим к делу. Перед собой мы видим две такие импровизированные визиточки. Вот такого плана рекламу я распространяю. На них я пишу монеты Украины, Царской России, Советского Союза и люди мне распространяют это все. Если, допустим, писать монеты Украины, нужно подготовить список тех монет, которые вас интересуют. Я в основном интересуюсь только редкими, но сейчас я также плавно переключаюсь на 10 копеек. Это 92, 94, 96. То есть, почему бы и эти монеты не включить в свой список. В этот раз моя визитка сработала. Мой человек, мой агент, будем называть его так, он зашел в забегаловку и оставил там несколько визиток. Барменша, женщина такая бальзакасского возраста, сохранила эту визитку, потому что часто там мелькают монеты. Алкоголики частенько, как она мне рассказывала, разбивают копилки, полтинники, гривны. Там даже некоторые пакетами там приносили, лишь бы бахнуть лишний раз. И в этот раз ей повезло. Ну, мне, соответственно, повезло. В общем, человек пришел с кульком монет, купил себе 100 грамм. Ну, это с ее слов. И попалась вот такая чудесная монета 1 гривна 95-го года. Монетка, естественно, оригинал. Вот такая вот замечательная монета. Купил ее за 600 гривен. Она довольна, я доволен. У меня, в принципе, зазор тоже есть. Где-то по состоянию на сегодняшний день. 200-300 гривен, поэтому все довольны. Она очень обрадовалась, когда я достал деньги, действительно заплатил. То человека счастью не было предела. Тем более, в нынешнее время. Нехватка денег, конечно, остро ощущается у всех. Вот такая вот гривночка. За алкоголика тунеядца, конечно, тоже обидно. Но, ребята, это бизнес. Если вы все-таки надумаете распространять сами, вот такие вот визиточки можно меньше, больше делать. На одном листочке А4 помещается где-то 12-14 штук. Я, допустим, печатаю сразу много. Где-то по 100 листов. Цветные я не делаю, потому что часто люди выбрасывают и так далее. Поэтому это не очень выгодно. Вот. И со 100 листов получается, если по 12 штук с листа, это 1200 штук. То есть охват у вас может произойти 1200 человек. Но если давать по 2 визитки, то в половину меньше. Почему можно давать по 2 визитки? Если человек сам просит, либо же можно сказать вашему распространителю, чтобы давал, допустим, через раз по одной, по 2 визитки. Это также срабатывает, потому что человек может поделиться со своими друзьями, знакомыми и так далее по работе. И в результате может попасться вот такое чудо. Замечательная просто монета. Затем можно также замотивировать вашего распространителя, раздавать качественно, добросовестно, визиточки не выкидывать по мусорникам и предложить ему какой-то процент, какой вы посчитаете нужным, от звонков, от ваших покупок. Обычно это все работает. Я также делюсь со своими людьми, которые на меня уже давно работают. И они добросовестно все распространяют. Обычно все объявления отбиваются. Самое главное, вы должны проштудировать весь текст. Вот и грамотно направлять рекламу в нужное русло. Также рекомендую поставить людей на центральной рынке, на выходы из метро, выходы, входы. Обычно там, где большие массы скопления людей и ваши визитки, поверьте мне, будут работать. Надеюсь, моя информация была для вас полезной. Вы оцените ее лайком и подпишитесь на мой канал. С вами был Александр. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова